салют включи свет и зачем так на алису говоришь за то что эта функция через умный дом включилась фразу активации без голоса эта штука вам как нравится очень потому что она бесшумная мощная за такие же деньги это мой старый компьютер на основе материнской платы от ноутбука asus x54 си в нем все ничего не тянет кроме игр тяжелой рабочей среды linux видеоредакторы никак не может помочь потому что стоит слабый процессор intel поэтому я заходил на вал берез вместе с мамой чтобы посмотреть мой новый мощный высокопроизводительный маленький компьютер за 26 тысяч рублей который работает на базе операционной системы linux и внутри здесь коробка от нового мини пока my band band pc 40 базирующийся на 8 ядерном 16 поточном процессоре ryzen ddr4 память и ssd диск формата m2 вот посмотрите какая вот маленькая вещь почему я его выбрал да потому что здесь отличные характеристики вы можете увидеть на экране я не хочу взять ноутбук потому что цена очень дорогая занимает очень много места на столе но и почти все давайте начинаем в комплектации идет сам мини пока hdmi адаптер адаптер для зарядки потому что аккумулятора этого компьютера нет кстати вот блок питания который подключается только от сети подставка чтобы положить мини пока на вертикальную поверхность точнее позицию вот как выглядит мини пока на подставке вот так и оставляю руководство пользователя гарантийный талон предупреждение только на английском языке кронштейн чтобы прикрепить к монитору еще резиновые ножки и адаптер для sata накопителей у этого мини пока очень скромные размеры его можно просто носить с собой а вес мини пока будет составлять три смартфона здесь есть микрофон кнопка включения разъем под колонки кнопка сброса bios usb сеть для передачи данных для подключения монитора отверстие чтобы мини пока не перегревалась еще есть разъем для питания ethernet два usb 3.2 gen 2 2 hdmi разъема с поддержкой до 4k кстати можно подключить до двух мониторов сразу два usb 2.0 разъема а также можно прикрепить к монитору через веса подставка я еще повторяю идет из коробки значит я могу положить на вертикальную позицию я разобрал мини пк и внутри находится одна плачка по 8 гигабайт от micron ddr4 с частотой 3 200 мегагерц и ssd от неизвестной фирмы киоксия на 512 гигабайт я знаю что мини пк my band band pc 40 очень похоже на мини с форум юм 480 xt или почти все другие модели мини пк такой же дизайн такие же характеристики но стоит еще дешевле без ssd и азу нажимаем клавишу delete чтобы открыть bios и там очень-очень много опций вы можете замедлять видео чтобы смотреть все опции смотрите что я нашел в bios видеопамять можно менять вплоть до 16 гигабайт а по умолчанию 512 мегабайт я так и сделал кстати в bios предупредили что изменение таймингов оперативной памяти может привести к поломке системы может можно ли это сделать напишите комментарии к этому ролику по умолчанию тепло выделение процессор 35 ватт но я могу поменять до 54 ватта также по умолчанию отключен secure boot для работы с linux после завода с тихой загрузкой мой компьютер запустился аж 18 секунд что это не может не радовать когда я впервые запустил компьютер внутри оказалось предустановлено кубунту 22.04 lts с предустановленным мой офисом и яндекс браузером и я столкнулся с этими обоими вот прочитайте сами я загадил портянку проводнике и там есть драйвера под windows короче я переместил новым флешки удалил кубунту и поставил windows вот я вернулся чтобы посмотреть работу с windows я скачивал все конкретные драйвера под amd у меня установлено windows 11 pro я активировал через командную строку потому что все говорят 11 это бестолковая операционная система придется перейти опять на десятку но нет все работает отлично когда я обновил windows полностью я пытаюсь включить через защитник windows целостность памяти и ничего не включается потому что здесь есть несовместимый драйвер это и за ксапи 64 . сис точнее антивирус от kingsoft а вот спустя недели я ничего не исправил сейчас включилась целостность памяти и все работает но имеет синий экран смерти виртуальная машина может работать полностью но в одноканальном режиме оперативной памяти может работать хуже производительность у этого компьютера просто очень превосходная даже когда я открываю все приложения можно ставить windows 10 windows 11 а также linux но для linux рекомендуется отключить secure boot эти у с может работать без каких-либо нареканий если у вас на линуксе установлен ядро 5.15 или выше я запускал просто обычную версию linux мин с рабочим столом ценам он все компоненты работает без проблем и вайфи адаптер и bluetooth все работает но для ядра 5.15 я не смог установить флэтпак версии медиаплеера vlc а теперь мы переходим к железу внутри лежит процессор amd resin 7 4800h который выполнен из 8 ядер и 16 потоков этот процессор по данным сайта 690 процентов быстрее чем мой опять 2540m или даже почти 9 раз быстрее чем rizen 5 5600h быстрее чем опять 11400f почти скорая 7 10 700к или даже ryzen 5 3600x но мы позже тестируем в бенчмарках а встроенная графика здесь есть amd radeon graphics который будет быстрее чем nvidia geforce gt 710 gt 730 8 800 gt и так далее но это встроенная графика имеет поддержку direct x 12 еще современнее чем другие видеокарты наконец в cpu z набрала больше баллов это будет сопоставимо скорой 7 10 700 корой 7 7 900x ай 9 9 900кф а 7 69 50x и ryzen 7 2700x в geekbench 6 набрала больше баллов но хотелось бы круче как на другом мини пока в cinebench r23 набрала почти 10000 попугаев это в мультикоре который быстрее чем ай 9 9 поколения и ryzen 7 1 поколения в тесте crystal disk mark что ssd накопитель от киоксия nvmi накопитель формата м2 быстрее чем мой sata 3 накопитель давайте посмотрим результаты в играх я запускал только одну игру из microsoft store asphalt 9 на максимальных настройках графики и мы получаем еще более плавный фрейм рейд к сожалению я не хотел скачивать больше игр потому что на диске занимает больше 50 гигабайт или больше 100 если вы ставите двухканальный режим оперативной памяти то игры будут работать на полной скорости ответ да можно так делать также можно запускать эмуляторы из playstation 3 может быть из playstation 2 оригинальный xbox и многое другое тяжелые игры можно запускать но потребуется только низкие настройки графики я купил две плашки оперативной памяти по 16 который стоит больше 6000 рублей поставил и все завелось отлично а производительность в тесте geekbench еще выше я тестировал любые игры было 40 кадров в секунду в одноканальном оперативной памяти стало 60 70 кадров в двухканальном режиме 32 гигабайта оперативной памяти будет достаточно всем но мне вообще хватает за глаза я лучше рекомендую это делать если у вас две плашки по 8 16 либо кое-что другое конечно это очень важный апгрейд my band band pc 40 можно рекомендовать всем если ограничен бюджет чтобы запускать все ресурсы емкие приложения например редактировать видео full hd в 4к так не получится можно использовать этот компьютер в качестве медиа сервера как домашний кинотеатр игры онлайн встречи как замена очень старого тяжеленного десктопа то это стоит просто о 26 тысяч рублей на валдберисе к сожалению его нет заказал в начале мая я искал сейчас такую же модель но его просто нет только на озоне можно искать конечно можно удалять linux пока вы поставите все драйвера под windows либо покупать другой ssd накопитель я сейчас использую примерно больше пяти лет ну вот пожалуй все пишите в комментариях что думаете если видео понравилось поставь лайк если вы пропустились пожалуйста подпишитесь на мой канал как всегда следите за новыми видео с вами был андрей пока пока